Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь в метрополитене и спешите по своим делам. На работу, на учебу, неважно. Спускаетесь и видите, стоит ожидающий, ну, наверное, вас, поезд. Подходите, и в этот момент машинист включает информатор. Красные полоски заходить нельзя, но вы заходите, и вам дверями, ну, прижало какую-то часть тела. Ничего страшного не произойдет, ничего. Двери автоматически один раз переиграют и освободят вас. Все это происходит очень быстро. Вопрос в другом, что произойдет, если зажмет какую-то часть вашей одежды, или, может быть, ваших вещей. Это очень важное видео, и самое главное, очень полезное. Очень много было комментариев с просьбой снять этот выпуск, поэтому я попрошу вас прямо сейчас поставить лайк этому видео, и обязательно в конце видео написать комментарий. Мы начинаем, поехали! Дорогие друзья, ситуация первая, наверное, самая опасная. Представьте на секунду то, что вы девушка, и вы спешите на закрывающийся поезд. Но вы не простая девушка. Вы девушка, у которой огромное, длинное, пышное платье. Вы едете с бала или с театра. И при входе в вагон, именно в тот момент, когда вы заходили, нижнюю часть платья вам зажало. Ну вот у меня заместо платья сумка, ничего страшного. Вы понимаете, о чем я говорю. Вы все прекрасно все понимаете. Ваше платье дверьми прижало. Но учитывая то, что платье это не орган, ну ни рука, ни нога, и толщина намного меньше, двери полностью закрываются, и у машиниста появляется информация о том, что все двери в поезде закрыты. Машинист посмотрит по зеркалу, по видео зеркалам. И в том случае, если на платформе будет очень много народу, и будут они стоять очень близко к поезду, машинист просто не увидит о том, что то, что у вас дверьми прижало платье. Поезд отправится. Что делать в этой ситуации, если вас именно при входе в вагон зажало дверьми? Вот тут есть сразу же у меня рядом связь с машинистом. Сразу же нажмите, ну право и влево посмотрите, и скажите, откройте дверь, и меня зажало. Вот, или зажало мое платье. Если этого устройства рядом нет, сразу же сообщайте любому пассажиру. Вам, я уверен, любой человек поможет. Без проблем. Или, что немаловажно, девушкам перемещайтесь в метрополитене, не надевайте длинные платья. Надевайте короткие платья. Они намного удобнее, намного безопаснее, и самое главное, намного красивее. О, Владимир, здрасте. Чем вы тут заняты? Лев, опять ты. Господи, что случилось? Ну, в смысле, что случилось? Мне интересно, я вас нашел. Чем вы там занимаетесь? Лев, я смотрю новое видео на канале Раскадровка. Только что там вышел ролик о работе водителя скорой помощи. Все мы часто видим проезжающие по городу скорые. И лично мне всегда было интересно узнать, чем вообще живут те люди, кто на них работает. Это не в офис сходить, это абсолютно супергеройская профессия. Физически сложная и очень ответственная. Если вы тоже интересовались, в этом ролике честно и абсолютно беспрекрас показывают всю изнанку рабочего водителя скорой помощи. Бывают случаи. И рожают, и не умирают. Бывают. ГАИ едут, они от них как черт отладан. А едет скорая помощь, ну и что? Голова должна, как говорится, работать на 360 градусов. Может, кто и выйдет, ну, первый раз мигал, включил, а я король дороги. Это до первой аварии и до первого столба движение у нас, как муравейник. Меня зовут Виктор, шофер скорой помощи. Сколько зарабатывают водители скорой помощи? Как проходит рабочий день? Сколько вызовов бывает за одну смену? Что работники скорой помощи хотели поменять в правилах дорожного движения? Видео сняли мои знакомые ребята с канала Раскадровка. Они каждую неделю выкладывают видео о профессиях. Есть простые, например, курьер или таксист. А есть экзотический, клоун, лесничий, мультипликатор. Канал молодой, но видео снимают очень классные. Я советую прямо сейчас перейти по ссылке в описании и посмотреть новый ролик моих друзей с канала Раскадровка. Мы продолжаем. Вы девушка в точно таком же шикарном, длинном, пышном платье. Едете к себе домой, но уже в поезде, все в порядке. Ваш поезд уже прибыл на станцию, на вашу, где вам пора бы выходить. Но вы отвлеклись, зазевались, заслушались музыку или, может быть, переписывались с кем-то в телефоне. Тут вы поднимаете глаза и видите, о, моя станция, мне пора выходить. Но так как машинист уже довольно-таки долго простоял на станции, он закрывает двери. Ваше тело вышло из вагона, а платье зажало. Вот таким образом. Эта ситуация намного, намного опаснее, нежели первая. Но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. На самом деле, если платформа пустая, вот как сейчас, покажи, пожалуйста, тут никого нету. То машинист, конечно же, вас увидит и освободит. Конечно же. Но надо учитывать тот момент, то, что на платформе могут быть люди. И они просто физически загородят обзор машинисту. И он не сможет вас увидеть. И, вероятнее всего, поставит контроллер в ход, поезд отправится. А платье ваше зажато, и вас потянет по платформе. Что же делать в этой ситуации? Ну, самое главное, машинисту нужно подать сигнал. Я понимаю то, что вы в шоке. Вы вообще ничего не понимаете. Вероятно, даже вы, скорее всего, упали. Если вы сами не в состоянии подать сигнал, попросите хотя бы тех людей, которые находятся рядом. Посмотрите, вот такой вот сигнал. В общем, махайте руками. Это очень важно. Махайте руками, чтобы машинист увидел и не отправился. Ну, если у вас есть возможность какая-то физически освободиться из платья, то есть, может быть, снять или порвать, потому что выбраться отсюда, ну, практически... Ну, хотя нет, вот идет, смотри. Нет, идет, но тяжело. Идет, но тяжело. Суть в том, что ваша задача донести до машиниста информацию, если вдруг он сам не видит, толпа стоит, что у вас здесь возникла проблема. Ну, и самое главное. Не зевайте в вагоне метрополитена. Если вы видите, что двери закрываются, а ваш габарит, так сказать, ну, вместе с платьем, довольно-таки велик, вспомните это видео и лучше пройдетесь до следующей станции. Там спокойно выйдете. Вы являетесь школьником или студентом и едете на учебу. Выходите из вагона на вашей станции. И так получилось, так получилось, чисто случайно. То, что ваше тело вышло, а ваш портфель остался в вагоне. Ну, вы, наверное, уже понимаете, что нужно сделать, потому что вы же только что посмотрели, что будет делать девушка. В принципе, здесь именно для вас, для вас, если именно вы смогли выбраться из лямки, безопасности ничего не угрожает. Главное, если поезд поехал, не надо держаться и бежать за поездом. Тогда вот могут быть проблемы. Понимаете, вас поезд потянет, ваша нога, не дай бог, провалится между вагоном и платформой, там все, до свидания сразу. Поэтому, попали в такую ситуацию, машинисту подаете сигнал. Машинист увидит то, что ему подают сигнал открыть двери, откроет двери, вы заберете свой рюкзак. Вот и все. Вы после учебы следуете к себе домой. Стоит поезд с открытыми дверьми, вы в него залетаете под красные полоски, что категорически запрещено делать. Машинист в этот момент закрывает двери, ваше тело заходит в вагон, а ваша сумка, рюкзак, портфель остается за пределами поезда. Ситуация на самом деле опасная. Опасная чем? Ну, опять же, вы видите, что двери закрылись. У машиниста индикация, что все двери закрыты, потому что двери сжимают, и зазор минимальный, срабатывает датчик, что двери закрыты. И машинист, если, опять же, не увидит по видео зеркалам, по станционному зеркалу, то, что у него зажата сумка, он просто отправится, и ваш портфель просто разнесет по всему туннелю. Еще, не дай бог, повредит какие-то устройства, подвижной состав. Это очень опасно на самом деле. Что же делать в этой ситуации? Ну, так как вы в вагоне, помахать вы ему уже не сможете. По связи пассажир-машинист. Нажимаете. Говорите. Машинист, откройте дверь, у меня зажало портфель. Откройте двери. Все. Если машинист еще не отправился со станции, он вам без проблем откроет... Связь завершена. Он вам без проблем откроет двери. Вы достанете свою вещь и продолжите движение дальше. Но я хочу, чтобы вы поняли самое главное. Всю суть. Для чего это видео? Вы должны понимать то, что техническая особенность дверей поезда метрополитена, несмотря на то, что они максимально безопасные, максимально умные, но всему есть предел какой-то. И если вы будете бездумно, без какой-то собственной ответственности входить, выходить в поезд, пользоваться метрополитеном в целом, нарушать правила пользования метрополитеном, то это может обернуться довольно-таки плачевно. Еще одна частая и не менее важная ситуация. Дело в том, что бывают такие станции, где платформа расположена справа. Ну вот у нас, например, на линии станции Китай-Город по второму пути. И у меня лично, когда я работал машинистом, не раз было то, что люди заходили, и их одежду, вещь какую-то зажимала. Ну вот видите, вот висит. Мы ехали, платформа была справа, человек не успел зайти, зажал, а машинист отправился. Ну там какой-то ремешок торчит, он, конечно же, не увидит. Это просто физически невозможно. Или люди стояли, загородили. Что делать в этой ситуации? Сразу хочу предостеречь. Ну, во-первых, ни в коем случае не надо разжимать двери. Во-первых, это очень проблематично, вы можете просто поломать. Во-вторых, это очень опасно. Второе, не нужно разблокировать вот этот, написано, аварийное открывание дверей. Не надо срывать пломбу, не надо поворачивать, это тоже очень опасно. Не дай бог, вот вы откройте дверь, а тут стоит какой-то ребенок, девушка, бабушка и так далее. Туда упадет, все, вас посадят. До свидания. Что надо сделать? Ну, вы, наверное, уже понимаете. Спокойно взяли машинист, у меня зажало сумку с правой стороны. Ну, тут, ну, вагон он и так увидит, в новых поездах автоматически все считывается. У меня, говорю, так было два раза. Люди сообщали, я спокойно докладываю диспетчеру то, что зажало сумку, покину кабину на две минуты. Схожу, машинист лично должен прийти и вас освободить. Вот тогда будет все безопасно. Освободит, и вы пойдете поедете по своим делам. Поэтому не стесняйтесь, спокойно скажите, все, вопрос будет решен, никаких проблем. Ну, а вообще, конечно, не, чтобы не попадать в такие ситуации, не заходите в закрывающиеся двери, дождитесь следующего поезда. Вот это будет самое правильное. Дорогие друзья, в заключении этого выпуска к вам одна очень важная просьба, и на самом деле очень полезная. Если вы каким-то образом стали свидетелем одной из тех ситуаций, которые мы показали в этом выпуске, не оставайтесь равнодушным и немедленно сообщите машинисту, если вы находитесь в вагоне, по связи пассажир-машинист. Если вы находитесь на станции и видите то, что зажало человека, там, платье у девушки, да, и она не может самостоятельно освободиться, не знает, что нужно подать сигнал машинисту, повернитесь в сторону первого вагона, ну, куда поезд отправляется, то есть в сторону машиниста, и еще раз показываю, махайте руками, подавайте машинисту сигнал, чтобы он открыл двери. А еще лучше, еще лучше, скажите, чтобы все окружающие вас люди, конечно, понимая, что это практически невозможно, но хоть кто-то делал то же самое. Чем больше рук будет машинисту махать, тем больше вероятность, что он увидит подаваемый ему сигнал. Дорогие друзья, обязательно поставьте лайк под этим видео, обязательно я жду ваши комментарии, может быть, какую-то ситуацию вы расскажете, что у вас произошло. Ну, и, конечно же, вопросы свои пишите в комментариях, и, возможно, по какому-то вашему комментарию мы снимем новое видео. Спасибо за просмотр. Группа ВКонтакте, подпишитесь. Телеграм-канал обязательно. Яндекс.Дзен то же самое. Желаю всего самого хорошего. Счастливо. Пока.